Самая южная гидроэлектростанция Заполярье. Книжегубская ГЭС. Ее начали возводить в далеком 1951 году. Работы велись хоть и рекордными темпами, но с размахом. Первый гидроагрегат запущен в работу осенью 55-го. Для производства электрической энергии здесь используют возобновляемые природные ресурсы. Искусственный канал спускает воду Ковдозера в Белое море по кратчайшему пути. За счет этого прорыва на короткой дистанции достигается большой перепад высот, столь необходимой для эффективной работы станции, говорят специалисты. Мощность ГЭС-11 более 150 мегаватт. Вся задача всех энергетиков – это бесперебойное электроснабжение городов и сел – наш девиз. И, конечно, от нашей работы зависит, скажем так, энергетическая безопасность всех наших обычных людей, обывателей, заводов, производств. И вот наша задача в этом заключается, чтобы люди не страдали, даже не почувствовали сиюминутно, что у нас где-то какие-то проблемы. Они, конечно, бывают такие. В общем-то, они бывают. Это жизнь, природа и техника. Для жителей Зеленоборского Книжегубская ГЭС считается градообразующим предприятием. По сути, поселок возник вокруг станции. Она дает электроэнергию населенному пункту, предоставляет рабочие места. Сегодня на Книжегубской ГЭС трудится чуть больше 30 человек. И все, как один, надежные и преданные своему делу. Для меня всегда наша гидроэлектростанция Книжегубская была каким-то таким миром недоступным. Я всегда смотрел из-за забора на нее, на людей, которые здесь работают. А попав сюда, действительно, я убедился, что здесь очень приятно работать. Здесь на каждую работу есть своя программа, есть свои приспособления. Люди, которые работали до нас, все они это придумали. И мы, в общем-то, пытаемся все это продолжать. Эдуард Новиков – передовик бригады, которая сейчас занимается плановыми ремонтами. Летние месяцы – самое время для проведения таких мероприятий. Правда, увидеть их можно, только спустившись на пару десятков метров под землю. Впрочем, и в турбинном зале, где стоит вечный гул и на время отключен первый гидроагрегат, не совсем понятно, в чем же заключаются ремонты. Для этого спускаемся в спиральную камеру. Это огромная труба диаметром 5,5 метров, больше похожая на гигантскую улитку. По ней, если по-простому объяснять, потоки воды устремляются на лопасти турбины и заставляют ее двигаться. Сейчас в спиральной камере воды нет. Ее перекрыли для того, чтобы рабочие смогли выполнить необходимый объем ремонтов. На данный момент наша бригада занимается ремонтом, скажем так, лопаток направляющего аппарата. 24 лопатки. На каждой лопатке находятся по три резиновых уплотнения. В процессе эксплуатации потоком воды или попавшим доской, мусором каким-то. Эти уплотнения, ну, бывает так, что выбивают. И если этих уплотнений не будет, будет большая протечка. Будет большая протечка двухсложность с остановкой машины и так далее. Уникальное оборудование, внутренности Книжегубской ГЭС проверено временем. Работает надежно и безотказно вот уже 60 лет. Но и ему требуется постоянный уход. А потому плановые ремонты, осмотр всего хозяйства – обязательные процедуры. Следующий на очереди – второй гидроагрегат. Его остановят, как только в работу запустят первый. Потом энергетики займутся третьей и четвертой турбиной. Параллельно решаются задачи по оптимизации труда. В планах автоматизировать процесс, организовать частичное управление станции с Нива ГЭС-3.